Вот удостоверение мое. То есть, убедившись, куда действительно данный человек, вы уже после этого только с ними начинаете беседовать. Показывает удостоверение, вручает памятку и дает четкий инструктаж. Начальник отдела надзорной деятельности, пенсионерки слушают внимательно. Информация важная. В городе появились лже-сотрудники МЧС. Никому не открывать на телефонные звонки, такие не отвечают. Эти слова – золотое правило. Те, кто его так и не уяснил, – легкая мишень для аферистов, у которых появился новый вид мошенничества. Они продают за большие деньги дешевые датчики. Находятся в гражданской или форменной одежде, схожей с формой сотрудников МЧС России, и просят провести проверки помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. После чего предлагают приобрести и установить автономные пожарные извещатели или датчики утечки газа. При этом лже-сотрудники составляют договор на оказание услуг от имени частных фирм, используя персональные паспортные данные жильца. В Нижнекамске началась профилактическая работа. Настоящие МЧСники против самозванцев. Реальные сотрудники раздают листовки, обходят квартиры, призывают горожан к бдительности. Сотрудники МЧС не ведут никакой коммерческой деятельности. Под видом сотрудников пожарной охраны представляются, предлагают некие услуги, а именно установка автономных пожарных извещателей, а также газовых счетчиков. То есть нашими сотрудниками такой работы не проводится. Если к вам пришли такие гости, об их визите нужно сразу сообщить в полицию. Мошенники предлагают купить вот такие автономные пожарные датчики. Просят за них от полутора до десяти тысяч рублей. Причем реальная розничная цена этого прибора – 300-500 рублей. Находятся они в свободной продаже. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.